Если ты ищешь, где можно купить Майнкрафт за 30 рублей, я тебе рекомендую свой личный магазин игр. За каждую покупку ты получаешь гарантию, а также бонус лично от меня в виде росписи ВКонтакте. Спрашиваешь, какой самый дешёвый магазин с Майнкрафтом? Уверяю, это tunkastore.com Введи промокод TUNKA10 и получи ещё больше скидки. Уф, ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Тунка, и добро пожаловать на очень-очень сумасшедший ролик по Майнкрафту. Почему этот ролик сумасшедший? Да потому что сзади меня вы видите моего друга на Токита, и прямо сейчас он стоит в АФК. Сегодня я его позвал, чтобы записать ролик по Майнкрафту, а именно я его позвал, чтобы записать битву шахтёров в Майнкрафте, но он не знал, что я для него подготовил. Это будет необычная битва шахтёров, потому что я для этой битвы шахтёров подготовил читы, а именно X-Ray. Вот такой вот текстурпак, вот он называется BeastXXRay, и этот текстурпак добавляет X-Ray в Майнкрафте. И сегодня мы проверим, поймёт ли он вообще то, что я играю с читами или нет. Обязательно поставьте лайк этому ролику, потому что это очень-очень важно для меня. Я вам буду просто очень признателен, особенно если вы ещё и подпишетесь на мой канал. Ну что ж, я возвращаюсь к Токету, приятного просмотра, погнали! Ну и вот мы появились в нашем острове с нами Токет, сегодня Токет, привет, поздоровайся, поздоровайся. Всем здорова, с вами Токет. И боже мой, ребята, вы посмотрите, какой у нас красивый остров. Ну ладно, это остров Токета. Я думаю, здесь руды как лежат, так и будут лежать, потому что он ничего не сможет, скорее всего, добыть. Ну ты ошибаюсь, потому что я на самом деле профессиональный шахтёр, я копаю по три блока алмаза в секунду. Ну ладно, в общем-то, ребята, сегодня у нас будет битва шахтёров вместе с Токетом, и сегодня мы посмотрим, кто из нас сможет больше добыть ресурсов за 10 минут. У нас будет таймер ровно на 10 минут, и мы посмотрим, кто добудет больше ресурсов в нашей одинаковой шахте. Токет, какие твои впечатления? Ты готов вообще? Ты готовился к этому бою? Давай, честно. Я прочел несколько книг, поэтому я знаю, что я смогу победить тебя в любом случае. Ой-ой-ой, конечно-конечно. Ладно, взяли стейки в руки, и ребята, смотрите, у нас тут дерево, которое мы сейчас сломаем и начнём выживать. Крафтить сами себе кирки и добывать ресурсы, а вы, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику, потому что нас лайки очень сильно мотивируют. И если вам нравится битва шахтёров, то напишите в комментариях, мне нравится битва шахтёров, и тогда мы в будущем обязательно продолжим её записывать. Может быть с Токетом, может быть нет. Ну, наверное, уже не с Токетом, потому что, наверное, он уже не захочет со мной снимать после того, как я его выигрываю, да, Токет? Не, ну ты наивно полагаешься, что всё это купить? Всё, ребята, мы начинаем на счёт 3, а вы, пожалуйста, поставьте лайк. Итак, ты готов? Всегда готов, давай. Раз, два, три, поехали, быстро начинаем рубить дерево. Всё, выживание начинается, и, кстати говоря, я уже поставил наш секундомер. У нас ровно 10 минут на то, чтобы развиться в этой игре, и ой, что это было? Я только что сломал блок, он мне вернулся обратно. Так, быстренько, надо скрафтить всё, что мне необходимо, хотя стоп, куда я тороплюсь? Я думаю, я всё равно выиграю в любом случае. Ну ты ошибаешься, всё-таки я профессиональный шахтёр, я уже нашёл железо даже. Да, да, шахтёр, блин, а, подожди секунду, у меня немножко подлагало. Сейчас, у меня немножко лагануло, всё, у меня отвисло. Я, наконец-то, добылся три железных руды, сейчас по-быстрому сделаю печку, переплавлю, ну и всё, и, считай, я все алмазы вскопаю, пока ты там вот крафтишь. А, все алмазы вскопают, смотри, у меня уже есть каменная кирка, сейчас я пойду за железной, не переживай, не переживай. Железная кирка, уже она подходит, ты там, кстати, какие ресурсы пока что нашёл? Я, ну вот, сейчас железо плавлю, потом алмазы вскопаю все, и, ну, посчитаем очки. Да, кстати, ребята, забыли совсем сказать насчёт очков, кстати, очень правильно ты подметил, у нас есть система баллов, по которой мы будем определять, кто же из нас победил. После 10 минут, собственно, копания, мы будем проводить итоги. И у нас есть определённая система баллов, которую я вам сейчас покажу. Итак, ребята, вот в чате наша система баллов, у нас уголь 1 балл даёт, железо 2 балла, золото 3 балла, редстоун 5 баллов, лазурит 5 баллов тоже. Но алмазы и изумруды дают, алмазы, внимание, 20 баллов и изумруды 50 баллов. Ну, понятное дело, потому что самые редкие ресурсы дают самое большое количество баллов. Поэтому, чувак, я сегодня добуду столько изумрудов, что ты офигеешь. Ну, ладно, надеюсь, по крайней мере. Ну, вот смотри, сколько у тебя уже изумрудов? У меня 0, у меня даже железной кирки ещё нет. А, у меня 6 уже, поэтому давай догоняй, а ты так опоздаешь. Кстати, ребята, как считаете, кто нас победит? Если вы считаете, что победит Тумка, ну, это маловероятно, конечно, то пишите плюс. Если же вы боляете за меня, то минус. Чувак, хватит ко мне так относиться, как будто бы я не умею выживать в Майнкрафте. Я 8 лет играю в Майнкрафт, всё-таки у меня есть какие-то шансы тебя победить. Ну, не знаю, не знаю, мне кажется, ты это наивный. Ладно, я тебе время скрафтил себе уже хорошую кирочку, а ты там пока что болтай и болтай. Кстати, да, ребята, если вы голосуете за меня в комментариях, напишите плюс. А если вы голосуете за Токета, в комментариях напишите минус. И, слушай, я уже, кстати, скрафтил железную кирку и потихоньку начинаю искать ресурсы. Правда, слушай, мне очень повезло на некоторые ресурсы. Я прям так много изумрудов нашёл. Ну, сколько, например? А, сколько? Ну, блин, не знаю, даже не могу посчитать пока что, но их много реально. Ну, блин, ладно, это вопрос времени, как бы я сейчас всё равно больше найду. Я уже почти, наверное, все изумруды вскопал на остров. Чего? Да ты шутишь, ты реально шутишь. Ну, у меня уже 13 штук. Ты там что, с щитами зашёл? Слушай, мне действительно везёт на изумруды, я уже нашёл, так, достаточно немало изумрудов. Ну, не знаю, не знаю, у меня уже 21 изумруд. 21 изумруд, стой, а как у тебя их так много? Я просто использую скилл, я же говорил. Чего? Подожди, алмазов у тебя сколько? 23. 23 алмаза? Чувак, ты офигел. А у тебя сколько? У меня, блин, ну у меня поменьше, чем у тебя. У меня всего лишь 41 изумруды и 13 алмазов. Что? Ладно, ладно, шучу, у меня поменьше, я просто не помню уже. А, блин, ну ладно. Не, кстати, ты можешь посмотреть в инвентаре, там, не знаю. Ну, я, ладно, на самом деле у меня 44 изумруда и 15 алмазов. Хм, подожди, это, наверное, у тебя этот, камень 44. А, зелёный камень, да, какой-то, да? Новое обновление в Майнкрафте? Может, у тебя какой-нибудь текстурпак стоит, который заменяет блоки? Просто, ну, блин. А, текстурпак, да нет, вроде не стоит никакого текстурпака. Ну, не знаю, просто 44 изумруды, но это что-то нереальное. А, ребята, прикол в том, что мы эти острова создавали с токеном вместе, то есть мы их создавали даже командой. Мы не сами расставляли руды, как нам удобно, чтобы их запоминать. Мы одной командой создали эти шахты, поэтому никто из нас не знает расположение руд. Поэтому я копаюсь сейчас тупо наугад, так же, как и токет, да, токет? Да, конечно. Ещё вот железо скапываю. Кстати, много железа, надеюсь, получу много очков за него. Железо? Блин, слушай, кстати, насчёт железа. Дело в том, ребята, то, что мы решили с токетом сделать так, то, что к самому концу таймера, кстати, если что, до таймера осталось 5 минут, руды, которые будут не переплавлены к тому времени, они не считаются добытыми. Поэтому нужно переплавить все руды, и только потом они будут считаться добытыми. Поэтому я добываю всякие изумрудики и алмазы, потому что это будет удобнее всего. Мне, кстати, везёт на них, ух, так много их захожу. У меня кирка сломалась. Кирка сломалась? Кстати, нифига себе, как у тебя так быстро кирка сломалась? Ребята, если вы любите битвы шахтёров, пожалуйста, поставьте лайк, потому что это такая пробная рубрика на моём канале, что ли, которая, я не знаю, зайдёт вам или нет, но если вам зайдёт, я буду очень-очень счастлив. Тем временем у меня уже 34 изумруда. 34 изумруда? Слушай, ты полегче, а то ты меня догоняешь уже потихонечку. Ну, у тебя же там 44 или сколько, я забыл. Ну, ничего страшного, сейчас я тебя перегоню, догоню там. Не помню, но у меня их чуть-чуть побольше, чем у тебя. Вот, не могу точно пока что сказать, всё увидишь, когда будут результаты. Не будем всё палить заранее, потому что это неинтересно. Ой, блин, у меня кирка сломалась. Ой, как же много у меня тут изумрудов, скоро стак накопаю уже. Слушай, у меня, кстати, очень много изумрудов тоже, но я не знаю, наверное, не так много, как у тебя, но у меня их тоже тут дофига. Итак, я решил скрафтить тебе сразу же алмазную кирку, потому что это эффективно. Ты там тоже, да, скрафтил алмазную кирку? Да, потому что я так накопаю быстрее ресурс, чем ты, тем более я её уже давно использую, а ты только сейчас начал. Най, ладно, 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 всё во всём ты меня уже опередил, чувак, хватит. Дай мне тоже разогнаться, я тоже хочу подобывать ресурсы, выиграть хоть раз. Ты сейчас, конечно, не переживай, дыши глубже, но у меня уже стак изумрудов. Ладно, чувак, расслабься, расслабься. Ты ещё не видел, сколько у меня изумрудов, так что сильно-таки там не радуйся, ладно? Просто унижай сейчас. О, смотри, смотри, я вижу тебя. Ну ты красава, красава, видишь, да, как я красиво добываю ресурсы? Ты прям так сейчас к изумрудам чётко копался. В смысле, такая вот же они, рядом со мной, я просто на чуйку, чувак. Понимаешь, когда ты играешь 8 лет в Майнкрафт, у тебя уже появляется чуйка на эти руды. Слушай, а почему ты другие руды не вскапываешь? А, ну я вскапываю только самые драгоценные, а смысл мне вскапывать самые ненужные. Ну вот, железо вскапываю, уголь вскопаю, видишь, уголь тоже копаю. А, ладно, я не понимаю, как ты так находишь-то? Да, нормально всё, чувак, нормально, я уже всё тут нашёл. Ты как будто, я не знаю, как будто с X-Ray с каким-то играешь. Вот ещё два изумрудика нашёл, видишь? О, здесь, смотри, ещё алмазы даже нашёл, офигеть, нормально, нормально так. Ладно. Не, ну, как бы новичкам в шахтах везёт всегда, поэтому... Да, всегда новичкам везёт, соглашусь с тобой, дружище, поэтому тебе немножко везёт сегодня. В смысле? Так это тебе везёт, мне вообще не везёт. А, речь обо мне было? Ну ладно, ладно, хорошо. Кстати, ребята, тем временем наш таймер почти закончился, осталось ровно 2 минуты, и это совсем-совсем мало, поэтому нужно поторопиться и добыть как можно больше руд за это время. Я нашёл, кстати, ещё один изумруд. Слушай, да мне сегодня реально везёт, я нахожу очень много изумрудов, очень много алмазов, мне кажется, чувак, я тебя уже выиграл. Слушай, ты точно не с читами? Ааа, да, с читами, конечно, чувак. Ладно, конечно. Зашёл с читами, я же записываю каждый день ролики с читами, правильно? Не, ну я, кстати, один раз помню ролик смотрел у тебя, а там X-Ray текстурпак у тебя засветился, поэтому кто знает, кто знает. И, ребята, тем временем у нас остаётся ровно 1 минута до конца таймера, поэтому через 1 минуту будем проводить результаты, смотреть, у кого же всё-таки больше накопилось ресурсов. Я немножко переживаю, потому что я реально не знаю, сколько там ресурсов у Токита. Ну, я тебе предлагаю сразу сдаться, чтобы не тянуть кота за всевозможные места, да? Слушай, чувак, мне кажется, ты офигеешь, вот серьёзно, я уверен, что ты офигеешь. Я сомневаюсь. Блин, такие проходы стрёмные, если честно. Они как будто, знаешь, вдоль стеночки все идут. Мои или твои? Твои. Нет никакой рандомизации, что ли? Я просто в разные стороны копаюсь, где вижу изумруды, там их добываю. Ребята, осталось ровно 30 секунд, чувак, поторопись, сходи, через 30 секунд надо отсюда уже выбираться. Я, наверное, уже не успею переплавить ресурсы. Кстати, насчёт переплавить я с тобой соглашусь. У, слушай, спасибо, что напомнил насчёт переплавки. Я, пожалуй, тоже пару ресурсиков переплавлю. Конечно, я в этом не сильно нужна. Тебе это не поможет, конечно, ну ладно. Ой-ой-ой, посмотрите на него. Ну ладно, распетушился здесь. Ладно, ладно, сейчас быстренько добуду последние изумруды. Осталось, ребята, 10, 9, 8. Подождите, какой 7? Так, 3, 2, 1, и всё. Всё, таймер закончился, чувак. Выбираемся на поверхности и сейчас будем считать, сколько у кого ресурсов. Так, и всё, опа, ничего себе, ты ко мне телепортировался так без предупреждения. Так, подожди, ай, подожди-ка, у меня залагало, минуточку. Сейчас, 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 всё, отлагало. Ну что, чувак, как твои впечатления? Расскажи нам. Ну, смотри, вот видишь мою шахту, да? Всё сделано красиво. Слушай, не хочешь делать обзор на мою шахту, посмотреть, как у меня? Кстати, блин, я тут немножко кое-что забыл, но ладно. Почему алмазы изумруды не собраны? Какие-то странные спуски у тебя тут. Что за странные спуски, чувак, обычный спуск вниз? Блин, я не понимаю, такое ощущение, знаешь, как будто ты реально целенаправленно как-то копался, что ли? Хожу, там, редстоун, нога, лазурита, они по 5 очков дают, боже. Да нормально, нормально, всё. Смотри, давай, наконец, скрафтим по сундуку нам и посмотрим, у кого сколько ресурсов и проведём баллы. Ну давай. Итак, держи сундук тебе и сундук мне. Поставим их сюда и давай начнём с твоего сундука, посмотрим, что ты успел накопить за это время. Выкладывай всё. Ну смотри, вот столько вот, редстоун. Железа у меня нету, ну, я его не переплавил. Но у меня есть 4 золотых слитка, и самое такое, уже интересно начинается, лазурит, 62 штуки, да? 62 штуки лазурита, офигеть, слушай, блин, это больше, чем у тебя. Это больше, чем у меня, да. Слушай, ну чё могу сказать, ты добыл такое неплохое количество ресурсов, давай глянем на мои ресурсы сейчас, а? Согласен? Давай, ну я как бы уверен, что там будет. Да, ну блин, на самом деле уголь я добыл всего лишь один, то есть, ну блин, ну я не знаю, ну так получилось. Давай дальше. Так, дальше, значит, у нас идёт по нарастающей один золотой слиток-то был, ну как бы я старался, но остальное просто не переплавил. Ну, чувак, ну чё я могу поделать? Идём дальше. Это всё, да? Ну да, пока что всё из редстоуна, ну вот столько редстоуна, то есть, реально, мне не везло, поначалу мне вообще не везло. Учитывая, сколько у тебя там было этих руд внутри в шахте, я чё-то, мне кажется, ты мне врёшь. Смотри, у меня ещё 30 лазурита было, но я не знаю, откуда ты так много ресурсов добыл, я не нашёл всё это, вот реально. Я единственное, что нашёл, это 53 алмаза и 3 стака изумрудов, это всё, что я нашёл. Не понял. Подожди, ну там чисто физически нереально эти 3 стака изумрудов. Ты столько ресурсов пропускал. Ну, правильно, я пропускал ресурсы, потому что собирал только изумруды. Слушай, давай перезапишем, я просто не хочу проигрывать. Не так оно работает, не-не-не-не. Ну, нереально накопать столько. Блин, ну у тебя там столько редстоуна было в шахтах. Ну, в общем-то, я посчитал свои очки, а ты... Всё, я тоже посчитал свои поинты. Давай, смотри, ставь табличку, короче, на свой сундук и на счёт 3 пишем, какую цифру мы всё-таки посчитали. Да, давай, я готов. Итак, на счёт 3. Раз, два, три. Так, моё 6352. Моё 10463. Ты с читами играл? Да. Так, подожди. Это сейчас шутка, да? Да. А, фух, боже. Всё равно, блин, я нереально. Я не верю, ну вот серьёзно, давай сейчас закопайся. Ну, смотря про какие-то читы ты говоришь. Слушай. А, да, слушаю, слушаю, да. У тебя X-Ray был? А, какой X-Ray? Тумка. Да. Тумочка. Да. У тебя X-Ray был? Какой X-Ray? Тумка, я не понял. Не понял, я тоже не понял. Ты понимаешь, я встал в 9 утра, и ты с X-Ray был? Так, а в чём проблема, я тоже встал в 9 утра. Стой, ты мне ответишь. Ты с читами был? Да. С X-Ray? Да. Так, подожди, так, мы же оба играли с X-Ray, разве нет? А в чём суть битвы шахтёров, если копаются с X-Ray, я не понял. Так, а я тебе разве не предупреждал? Подожди, так, я одни, что ли, с X-Ray играл? Слушай, давай перезапишем по-хорошему. Зато теперь ты знаешь то, что ты играешь ненамного хуже читера, потому что я играл с читами, ты играл без них, и при этом ты набрал достаточно неплохое количество баллов. Пипец просто. В общем, да, ребята, если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк, подпишите на наши оба канала и напишите какой-нибудь приятный комментарий, потому что Токита немножко бомбит. Ладно. Смотри, помнишь, я тебе в начале ролика сказал то, что скорее всего после этого ролика ты не захочешь со мной снимать? В общем, ребята, если вам такой ролик понравился и вы хотите продолжение, но с кем-то уже другим ютубером, то пишите об этом в комментариях. На этом всё. Спасибо за просмотр, до новых встреч, увидимся в новых роликах, пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин